Привет! Расскажу немного о луптайм. Зачем нам это надо и что оно такое? Поговорим о том, как подобрать правильный луптайм для вашего полетного контроллера и как подобрать правильный протокол для ваших регуляторов оборотов. Важно! Все примеры видео и скриншотов в этом видео основаны на новейшей версии Betaflight 3.0 либо 3.0.1, а также на последней версии Betaflight конфигуратора 1.8.4. Итак, когда вы слышите термин луптайм, обычно имеется в виду луптайм полетного контроллера или ПИД контроллера. Устанавливается луптайм в этом меню и означает это время, которое необходимо полетному контроллеру для обработки одного цикла ПИДов. Также есть такой параметр, как частота опроса гироскопов, GyroUpdateFrequency. И тут чем выше, тем лучше, так как при больших значениях снижается влияние вибраций и шума самих гироскопов на работу ПИД контроллера. Измеряются эти параметры в миллисекундах или килогерцах, где 1000 миллисекунд 1 килогерц, 500 миллисекунд 2 килогерца, 250 миллисекунд 4 килогерца и 125 миллисекунд, соответственно, 8 килогерц. Причина, по которой мы заморачиваемся с луптаймом, это желание минимизировать задержку в работе квада, а также увеличить его отзывчивость и стабильность. Но на самом деле уменьшение в задержке реакции коптера не столь очевидно, так как даже обычный лоу-пасс фильтр гироскопов увеличивает эту задержку в несколько раз по сравнению даже с самым медленным луптаймом. Рекомендуемые максимальные луптаймы и частоты гироскопов для разных контроллеров я приведу в таблице, но тут еще нужно учитывать протокол ваших регуляторов оборотов. Об этом чуть позже. Важно! При установке высоких значений частот обращайте внимание на загрузку процессора. Если она превышает 25-30%, то нужно либо снизить частоты, либо принять меры для освобождения ресурса процессора. Для снижения загрузки процессора можно, к примеру, отключить акселерометр. Вот в этих примерах видно, что при отключении акселерометра загрузка процессора существенно падает. Говоря луптайме, нельзя упускать из виду протоколы работы регуляторов. Мы знаем, что есть стандартный ПВМ протокол, есть протокол OneShot 125, есть OneShot 42 и есть Multishot. А также новобонды D-Shot, которые пока я трогать не буду. Если интересно о протоколе D-Shot, мы поговорим в отдельном видео. Что такое протокол для регулятора оборотов? Этот протокол определяет, как быстро сигнал от полетного контроллера будет отправлен в сам регулятор. Стандартный ПВМ протокол имеет задержку в 2 мс, что в 2 раза больше, чем луптайм в 1 кГц. Это очень много в такой системе, где скорость важнее всего. Поэтому подбор правильного протокола для регуляторов очень важен. Как известно, задержка при передаче данных от контроллера к регуляторам в протоколе OneShot 125 от 250 до 125 мс. В протоколе OneShot 42 от 84 до 42 мс. В протоколе Multishot от 25 до 5 мс. Протоколы OneShot 125 и OneShot 42 поддерживают все регуляторы с прошивкой BL-Heli. А вот Multishot может работать только на самых быстрых регуляторах с процессором F39X C-Labs. Например, такой процессор имеют регуляторы серии DIS-XM20A. Также Multishot поддерживает все регуляторы с прошивкой BL-Heli-S. Ссылки на рекомендуемые мной регуляторы с прошивкой BL-Heli-S и которые поддерживают Multishot я скину в описании к этому видео. Не вдаваясь в подробности, скажу, что ваши регуляторы должны работать быстрее, чем ваш полетный контроллер. Поэтому, если у вас SP Racing F3, на котором вы установили максимальный для него Loop Time в 4 кГц, это в пересчете на миллисекунды означает 250 мс, ваши регуляторы как минимум должны быть OneShot 125, а в идеале 42 либо Multishot. Замечу, что SP Racing абсолютно без проблем работает с регуляторами BL-Heli-S. Подведя итог, скажу, что на практике очень важно поставить быструю частоту опроса гироскопов, самый скоростной протокол для регуляторов и высокий Loop Time. Это даст нам большой запас по возможным вариантам настройки квада, повысит его стабильность и отзывчивость. Движения будут намного более фиксированные и четкие. И самое важное, удовольствие от управления таким квадом будет намного больше. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь и предлагайте свои темы для новых мануалов. Эту тему предложил нам пользователь Евгений Карасик, за что ему большое спасибо. Пока!